Всем привет! Меня зовут Толя Ярцев и вы находитесь на моем канале Музыка, видеоигры и прочие вещи Сегодня я бы хотел рассказать вам про мой топ 3 альбомов, записи которых принимал участие Тойси на басе Но прежде чем мы перейдем к самой теме, я бы хотел сказать, что я создавал этот канал исключительно ради интереса и как хобби Но так как у меня постепенно растет количество подписчиков, я хотел расширить свой канал немножко И поэтому если вам нравится то, что я делаю, то, что вы смотрите мои видео То я надеюсь, что вы поддержите мой канал и меня, подписавшись на него и нажав на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео Итак, топ 3 альбома, в записи которых принимал участие Тойси на басе Тут вот в названии есть некоторая загвоздочка, такая хитрость в том, что как бы, ну, большинство людей, наверное, знают Тойси на басе по группе Animals as Leaders Вот, может быть еще рефлакс, но я точно не помню, как она произносится Но это одна из первых групп, в которых он играл, Тойси на басе Вот, но в основном только вот Animals as Leaders, и никто не знает, где он еще играл Сразу скажу, что помимо того альбома, на который у меня будет на первом месте Вот он не Animals as Leaders, а другая группа Он помимо этой группы еще участвовал в записи одной композиции с пианистом Тигранхом Амасян Это такой американский джа... ну, в общем, пианист такой очень классный Вот, и у него в композиции там есть тоже Тойси на басе в одной из композиций Сначала я бы хотел рассказать о том, как я познакомился с этой группой Мне сначала показал эту группу один мой друг, и она мне сразу не понравилась, если честно То есть я увидел там восьмиструнка Я не очень люблю гитары с разными строями, которые настраиваются там специально в ре, там еще как-то Потому что у меня в моей квартире только те гитары, которые настроены в стандартном строе Ну вот, а восьмиструнка и вот этот вот металл непонятный и все Это сразу не очень мне понравилось, потому что вообще металл тогда тоже как-то так тоже не очень любил Сейчас, нет, сейчас мне металл тоже нравится, помимо джаза Вот, ну и в общем не понравилось мне Вот, а потом я как-то услышал альбом GF Motion, его, ну сам наткнулся в интернете Потому что мне там порекомендовали какое-то видео автоматическое, такая настройка YouTube Вот, и этот альбом мне очень понравился Я заинтересовался, начал слушать другие композиции И увидел там вот это видео, как он играет Song of Solomon, Waves of Babies В каком-то кабинете, таком на стульчике, вот И вспомнил, что вот, да, это тот гитарист, которого мне порекоменовал мой друг Дело в том еще, что мой друг, он порекомендовал эту группу сначала мне Показав мне такие композиции, как Кафо, например Которая мне тоже до сих пор, ну она очень классная Но у них есть гораздо более интересные вещи Которые, ну, мне слушать приятнее Вот, ну Кафо тоже классная, но с нее лучше не начинать знакомство с группой Потому что она, ну такая, не знаю, в общем, не всем может понравиться Вот, ну мне она сначала не понравилась, потом сейчас вот больше понравилась Но, опять же, как бы, ну не... есть гораздо более интересные И вот этот альбом Кафо, который вот первый альбом Animal Services, он, по-моему, так и называется А он не вошел в этот альбом, в мой топ-3 Вот, ну начнем с третьего места, это альбом Watheless Вот, очень хороший альбом, мне очень нравится Вот, и на втором месте у меня этот альбом Madness of Manny Я его очень долго ждал, он был заранее анонсирован Вот, я ждал его, и потом, когда он появился, я сначала послушал его в ВКонтакте, а потом на Ютубе И ВКонтакте, ну на Ютубе, понятно, там, на официальном там канале этого самого Alien Records Вот, я услышал и понял, что это вот именно правильная версия Потому что ВКонтакте она была, по-другому звучала Там звучала она на полтона ниже Кто-то вот, тот, кто заливал эти треки туда ВКонтакт Он, видимо, в какой-то программе настроил там так, чтобы звучали они на полтону ниже Ну не знаю, может быть, потому что он думал, что так они звучат более метально Вот, так как Animal Services начинало больше с металла немножко так это А потом стало более Jazz Fusion так играть Вот, ну, в общем, вот таким образом я хотел сказать, что ВКонтакте он занизил на полтона И поэтому я советую вам слушать на Ютубе А то, мало ли, может, вам попадется именно та запись, которая попалась мне Вот, ну и на первом месте, раскрываю секрет Есть такая группа Trump Она выпустила только один альбом, который называется Lingua Franca И вот этот вот альбом мне нравится больше всех Из всех, на которых играл Тоси на басе Он очень хороший И там, в принципе, металла-то немного особо Там в основном такой Jazz Fusion Там в этой группе участвовал саксфонист один Ну и духовик, в общем Он не только на саксофоне играет Потом барабанщик Эрик Мур Помню его, вот Эрик Мур Я смотрел там Чопс Госпел Чопс видео Он тогда еще был такой немного, ну, толстый Вот, а сейчас он уже похудел Ну не знаю, как он добился этого, но молодец И музыка там очень классная И еще там Тоси на басе И второй гитарист восьмиструнке тоже, который играет в Animal Services Leaders Я плохо его произношу имя, но, по-моему, как-то там Хавир Эреес, как-то так Он американец мексиканского происхождения Или, не знаю, мексиканец, в общем В общем, неважно Вот, и на этом альбоме очень много красивых композиций Инвертед Баллот, очень прикольно Энди Авор Вот, они все очень классные И вот я помню, я какому-то одному басисту очень известному Не буду говорить Ну, я не люблю называть имена всякие там В своих видео, а то мало ли там что Вот, я ему спросил, как тебе Animal Services Он говорит, да, хорошо А знаешь такую группу, вот, Трам Он не знал, ну, зато ему понравилось очень хорошо это Вот, ну, все, значит, это видео заканчиваем Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео Делитесь видео с друзьями С вами был Толя Ярцев Канал Музыка, Видео, Регулирую, Кучу, Вещи Всего вам доброго